Итак, самый эффективный способ, один из привлечений новых банкетов, это работа с теплыми гостями. Что значит теплые гости? Наши постоянники. Как мы понимаем, что они еще теплые, что они еще не остыли? Два раза в месяц. От количества видов. Хотя бы раз в месяц ходят, два раза в месяц. Вот тот, кто не был уже два-три месяца, он считается остывшим. И тот, кто не был полгода, он холодный. Мораль. Не надо начинать работать с холодными. Сначала перелопайте всех теплых, потом всех остывших, и потом всех холодных. Ну и так как мы говорим про банкеты, обязательно, когда мы выдаем карты, мы записываем день рождения. И поэтому, вот у кого есть карты гостевые, поднимите ручку. А почему у вас с ней? Вот камни придумали рекламную систему военности. Вот. Я расскажу вам, что я думаю про систему лояльности. Система лояльности – это когда есть детская накладка в туалет, если ходят дети. Это когда можно выбрать open food. Это когда можно убрать творог, потому что я не ем творог. Это когда можно много всего. Это система лояльности. Это когда можно в 11.30 прийти покушать по меню бизнес-ланча, хотя бизнес начинается в 12. Это система лояльности. А скидка – это скидочная программа. Это не система лояльности. Тут вопрос сам, выбираете вы скидку или бонус. Ну короче, здесь свеча о том, о чем мы говорили на семинаре по привлечению гостей в ресторан. Так, карточка вам нужна только по одной причине. И она нужна вам, гостю на нее плевать, у них их вагон. И вот эти 5% вообще не тепло и холода. Она нужна вам только по одной причине, чтобы взять с него контактные данные. По сути, вы за эти 5% покупаете с него контактные данные. И имеете право контактировать с ним. Можно, конечно, и без карточки, просто собирать данные. Но гостям нравятся карточки.